Московский автосалон в самом разгаре, и сегодня его главная неожиданность это концепт будущей Нивы, то есть модели Lada 4x4 нового поколения. Пока это чистой воды концепт кар. Серийную версию нужно ждать не раньше 2021, поэтому за предстоящее время еще многое может измениться. Однако и в этом виде Lada 4x4 Vision заслуживает пристального внимания. Про это сегодня и поговорим. Все, дало рекламу ближе к новинке. Дизайнерская задумка пусть и не оригинальна сама по себе, но реализована добротно. Характерные черты классической Нивы нанизаны на новый современный кузов. Глаза бросаются и брови поворотников, и длинный прямоугольный капот, и графика задних фонарей в стиле старых шестерочных элементов. Ну и конечно же Стив Матин не забыл про X-графику везде, где только можно, в том числе и на бортах. Новый Lada 4x4 Vision имеет 5 дверей, однако ради трехдверного эффекта ручки задних створок замаскированы. Причем по некоторой информации эта особенность сохранится и у серийной машины. Более того, дизайн уже фактически финализирован, и он не имеет принципиальных отличий от концепта, изменятся разве что некоторые пропорции. Теперь немного технических характеристик. Отечественная машина разрабатывается на платформе Duster, как мы и предполагали, но не хорошо знакомые нам машины, а кроссоверы второго поколения, который уже появился на европейском рынке. И это значит, что Lada достанутся и доработанная подвеска, и новый рулевой механизм с регулировкой колонки по вылету, и потенциально расширенный набор электроники. Самый важный вопрос, что с трансмиссией? Как мне удалось выяснить, вазовцы до сих пор на распутье. Чтобы сохранить проходимость оригинальной Нивы, в Тольятти до сих пор хотят сделать свою трансмиссию с постоянным полноприводом и демультипликатором. Но все упирается в расходы. Разработка такой трансмиссии для дастеровской платформы влетит в копеечку. Поэтому высока вероятность того, что новый Lada 4x4 унаследует полный привод дастера, с муфтой переключения задней оси и очень короткой первой передачей вместо отдельной понижаки. О цене пока говорить очень рано, но если вазовцы реализуют все свои задумки, а в первую очередь по части трансмиссии, то Lada 4x4 окажется дороже дастера, причем уже нового, который в свою очередь явно превзойдет по цене нынешнюю модель. Но даже если техника целиком перейдет с Рено, на серьезный демпинг по сравнению с дастером можно не рассчитывать. В любом случае, новая Niva окажется намного, примерно вдвое, дороже классической Lada 4x4, поэтому с имиджем дешевого вездехода ей придется распрощаться. Салон у Lada Niva 4x4 Vision четырехместный, и X-тема там продолжается в интерьере. Модель получила виртуальную приборку и дефлекторы обдува, оформлены в виде X-ов. Также в концепте появилась мультимедийная система, большой тачскрин и климат-контроль, а что будет в серийном аппарате нам пока неизвестно. На данный момент информации и видео достаточно мало, и все, что мы знали, мы рассказали с удовольствием вам. Поэтому не проходи мимо, подписывайся на канал и, конечно же, пиши в комментариях, какую сумму ты бы отдал за такую Niva, и купил ли бы ты ее вообще. Ну а с тобой был канал ProAuto. До скорых встреч!